И попёрлись мы за хозяином. И в итоге допёрлись за ферму и пофиг уже на хозяина. Я надеюсь, этот глупый дурак не потеряется. Тишка! Тишка! Я уж освободила тут практически себе казиночку, чтоб этого дурня посадить. Думаю, раз уж попёрся, чтоб не бежал за мной, а ехал. Мяу-мяу! Тишка! А, Тишка? Ну да, круто. Тишка, если ты тут будешь, то я поеду. Мяу-мяу. Тишка! Тишка! Кусок зелёной плесенью, белой плесенью сыра, который ещё в прошлый раз у меня, видимо, уже продавался, не очень свежий углический сыр, российский. Я эти тестерады, где ему несколько кусочков отрезала, он мне залпан так на них набросил, уже будто век не едал. Последний кусочек не съел. Я отдала коту, который вечно голодный вчера приходил. И он даже не собачился с этим моим дураком. Но он где-то вот три сыра сожрал. И вот, что у нас получилось в итоге. Прокатиться мне не удалось. Сначала мы в кустах, которые сзади меня раза два шарахались, потом вот здесь вот встали, вот в этих кустах. Потом проехала машина перед этим, как мы второй раз в кусты залезли. Нам стало интересно, что это. Я побоялась, что-то вот дурака раздавит. Я позвонила родственникам. Родственник мне сказал, родственник затеря вообще, что позвонить, ну что типа это кот явится домой, что развернуться, поехать в ферме, может он побежит за мной. Покатиться мне сегодня не удастся. Что вообще-то он должен дорогу знать. Ну а потом позвонить, что в итоге с ним стало. Со всей этой ситуированной. Я дома потом в городе попробую его на поводочке вывести на этой, на упряжке. Если он научится на ней ходить, так может с автобуса тогда пешком два километра будет допать. Раз ему так охота, тут вот погулять. Ну еще блин. Я ногами веду велик. Я решила его заснять, потому что Лелькин ребенок очень любит котика. А редко ему выдается так вот, чтобы посмотреть за котом. Ну как бы понаблюдать в камеру. То есть когда камеру берешь, котик уже сваливает. Я ногами велик веду. Вот то место, где был когда-то этот самый, блин, звоночек. Кто-то укусил или что-то в этом роде. Короче, ногу что-то почесалось. И главное, я его уже вот сюда даже один словила практически за шкирятник, посадила сюда. Думаю, ну довезу, наверное. Но мы сидеть не стали. Что мы хотим, сами не знаем. У меня сиденье умудрились опустить вообще. Я в прошлое лето поняла, что у меня вроде как слегка опущенная. Может кто, когда он стоял в сарайке, прикалывался из тех, кто любит заходить в сарайку за чем-то еще. Ну в той, где сейчас спортивный берег стоит. Может я тут ехала по круговой, точнее даже не по круговой, а вчера в приуке. Мне так раз и сиденье слегка опустилось, пришлось его поднимать. Но у меня силы не хватает докрутить до конца, чтобы туго было в обратную сторону. Солнце в глаза. Вот смотрите, ну вообще, сам идет вообще пофиг дым. Тиша! Тишка! Хозяин вообще-то тут. Ладно, вырублюсь пока. И вот так мы тут. Я уж сиденье поднять умудрилась. Надо будет к соседу зайти завтра, наверное, чтобы он мне его подтянул. Ну или сама сначала попробую плоскогубцами. Вообще, пофиг на хозяина. Я тут даже отъехала немножко, он даже не мяучил. Тиша! Тишка! Тишка, хозяин уходит! Вообще, ноль внимания. Потом, может, все выпишу. Звуки природы, блин. Мы почти зашли до фермы, но вернулись и приперлись сюда. Я думала, он может сам дойдет. А хрен ли вам? Тишка! И вот на Тишку он, точнее, к хозяину подходит. Когда вот хозяин отошел, отъехал чуть-чуть, еду, ну не слышно же его, разворачиваюсь. И не видно. Я так подъезжаю и слышу, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, потерялся. Типа, хозяин ты где? Позвала, рванул ко мне. Но на перегонки до фермы у нас что-то с ним не вышло. Мы отвлекаемся. Нам стукнуло три года, мы повзрослели. Первое лето, помню, вообще дальше палисадника не выходил и все за мной ходил хвостом. Второе лето уже до соседей ушел, он долыбился. В это лето вот куда. Второе лето он со мной на поле ходил, пешкодралом. Вперед меня и за мной тоже так, мяу-мяу-мяу, хозяин иди за мной. Коттишка жрет траву у дороги, она видимо вкуснее чем в палисаднике. Коттишка заочно передает привет маленькому мальчику из Тюмени. Или из Тюмени, вы меня поправьте. Помню товарищу от меня стебал в шоках, где-то там ошибку сделала про склоняя в Тюмень. Но я как бы не живу в Тюмени, поэтому не могу знать, как его склонять. Думаю, какой-нибудь другой человек тоже бы вложенулся в городе Угличи, Углича, Угличу. Что-то интересное увидел. Мне мои сто два бакса перевели с Ютуба. Вчера не было, сегодня есть. Я, в принципе, еще в Прилуке ехала по большей части. Ну, так-то, в принципе, я думала там посидеть вместе после того, как прокачивать по Прилукам. По церкви, где интернет ловит. Вид прекрасный. Из-за одного товарища я еще проверить счет в банке. Ну, то еще в банке был тогда пустым. А теперь это специально для всех тех, не только для маленького мальчика с Тюменьей, кто любит котика и требует иногда на стримах. Итак. Не знаю, я, может, что-то соединю тот день. Ну, в смысле, сегодняшний про пчелок. Посмотрю на монтаже, как там. А может, сделаю отдельно. Путешественник кот и пчелки. Кого он там увидел еще? Крадется так. Люди, ничего тут нету такого. Не отдаляю, потому что вдруг он сейчас рванет и в камеру не увидится. Все, у меня минут сорок осталось на флешке. Я еще ничего не монтировал. Вообще сегодня только одну страницу. Тайп, ну, короче, иди-то сделал там эту обложку. Немножко заклинить осталось поверх. Интересно, они его учуяли, поэтому такие сегодня голосистые все? Или просто раньше не обращал внимание? Он хоть и кастрат, но все же код. 750 рублей вам дадут в подарок, если вы сделаете заказ на 2 500. На 1750, короче, оплатить. На Ифрашенном и столько всего не надо. Но я бы у них сделала какой-нибудь заказик. Воспользовалась бы какой-нибудь, даже небольшой, или бонусиком. У меня был подарок на годы знакомства, но он уже прошел 19 и августа. 19 июля начался. 19 июля 2011 года первый раз я делала заказ в интернет-магазине. Еще потом по бланкам делала. Ну, бланки мне уже не присылают с момента, как я переехала. Может быть, слали еще на ту квартиру, но мне никто не передавал. Вообще, у меня соседи такие сказочные были. Одна соседка. Несколько соседей. Когда я там жила, у меня иногда даже почту проверяли. Без меня. Думаю, вот я уезжу, и они мне будут таскать передачки. Типа, Алёна, тебе там письмо пришло, а ты Фрашели, еще что-нибудь. А ничего, такого не было. Тут где-то вот и ошиваются. Вообще, вон там слышно было. Ну, а так они в этой... В потешке, что впадает... Ну, ямка, горка. Основа горки большой самой. В потешке, что впадает в пруд, и там вот утки. В этом я как-то видела. Ну, в смысле, сейчас-то тоже лето. Ну, свой предыдущий приезд. Ко мне завтра гость приедет с утра пораньше. Не знаю, на вечернем или на бережном обратно. Потому что люди с машиной деревенской уедут на других машинах. Завтра отдыхать. Ну, смотрите, сейчас хозяин может свалить. Ему вообще пофиг дам. И что ты так крался, будто там кто-то был. Ладно, оставим его. Точнее, я попытаюсь его все-таки уволочь домой, а то мне 8 убирать рамки с сосушки. И вот так вот так... Так... И так вот. Продолжение следует...